Последнее, что я о нём слышал, полиция его ещё не поймала. Я знаю об этом, потому что сам был подозреваемым. Я начну с самого начала. Труп далеко не свежий. Ему около месяца. Труп. Погибший мужчина 46 лет. Умер от обширной кровопотери. В основном из бедренной артерии. Он бросился вперёд из глубины клетки и с такой силой налетел на колючую проволоку, что даже удивительно, как ему удалось прорваться так далеко. Паризы настолько глубоки, что на полу мы обнаружили следы его желудочного сока. И вот ещё находка. Здравствуйте, Пол. Вы абсолютно здоровый и рассудительный мужчина из среднего класса. Но в прошлом месяце вы полоснули себя по запястью бритвой. Вы порезали себя, потому что и вправду хотели умереть. Или просто надеялись привлечь к себе внимание. Сегодня вы мне это покажете. Но по иронии судьбы, если вы хотите умереть, вам нужно оставаться на своём месте. Если же вы хотите выжить, вам придётся снова себя резать. Преодолите лабиринт из колючей проволоки и найдите дорогу к люку. Но торопитесь. В три часа люк захлопнется, и эта комната станет вашей могилой. Сколько крови вы готовы пролить, чтобы остаться в живых? На люке установлен таймер. До трёх часов люк был открыт, потом захлопнулся. Ему дали два часа. Кусочек пазла. Думаю, мы тут провозимся, Синк. Газеты дали ему прозвище. Конструктор. Строго говоря, он не убийца. Он никого не убивал. Он создавал ситуации, при которых жертвы сами себя убивали. Здравствуйте, Марк. Если вы и вправду больны, почему у меня столько фотографий, на которых вы так увлечили? Ну, наслаждайтесь жизнью. Давайте проверим, насколько тяжела ваша так называемая болезнь. Сейчас в ваши вены введён медленно действующий яд. Противоядие находится в сейфе. Помогите! Шифр к замку написан на стене. Поторопитесь и введите противоядие. Только смотрите под ноги. Кстати, вещество, которым вы облиты, огнеопасно на вашем месте. Я был бы очень осторожен со свечой. Кто-нибудь! А иначе все люди, которых вы нагрели, будут отмщены. И ещё одна вещь. Точнее, две вещи. Кто-то стоял снаружи и наблюдал в это отверстие. Похоже, наш друг любит смотреть игры, порождённые его больным воображением. На месте предыдущего преступления он тоже был. Оставил нам свой фонарик. Проверьте отпечатки. Понятно. Ну что ж. У пациента неоперабельная опухоль лобной доли, уходящая через среднюю линию. Всё началось с рака толстой кишки. Пациент поступил к нам на обследование. Теперь мы можем наблюдать ухудшение его состояния в динамике. У пациента... Его зовут Джон. Доктор Гарден. Он очень интересный человек. Спасибо за информацию, Зэп. Как видите, у наших санитаров возникают весьма близкие отношения с пациентами. Что ж, продолжим. Пациент. Пациент.